Гомельский дом-интернат для детей-инвалидов был открыт в Костричнику 2011-го. С того часу тут постоянно проживают 60 человек. По словам администрации, главная задача – створить для каждого из этих лукованцев годные умовы. Причем, под годными маются на увазе не только бытовые умовы, не одежде чем то, что все дети с особливостями психофизичного развития и не такие же члены громадства, как и все остальные. До того, что, когда заниматься зами постоянно и метанокирована, можно достигнуть достаточно значительного приобщения к здоровью. Канис-терапия, реабилитация с допомогой собак, доброзащливый голобладу Рашаню тут называют головным терапевтом установы. У Беларуси такие виды терапии покой не ведьми распространены, а на гомельшине увогли из минулого года применяется только в этом доме-интернате. Але об остановчиках можно сказать уже зараз. Так они в своем мире закрыты, а собака как проводник их раскрывает, и они начинают через собаку потом социализироваться и общаться с людьми. Вот это самое главное. И плюс эффект, потому что очень много упражнений на моторику, на моторику рук, на моторику ног, ну и все. Двигаться, и это потому что ребенок, не мы его заставляем двигаться, он сам хочет это делать. Это очень важно. У этих молодых людей розный лес. Некто живет в доме-интернате годами, некто вертается в биологичной семье. Юлия Федорович летость поступила в Гомельский лицей будовников и уже в наступном году будет дипломованным рабочим зеленого будовництва. Кажет, что завсюду любила працевать на земле с рослинами. Теперь Мара Станя, я ей профессией. Люблю очень ходить на город, смотреть, что растет, что не растет, где пополоть, что надо. Это я всегда. Она у меня очень успокаивает, мне очень нравится. В минувом году в Гомельском доме-интернате первыми сиротами установки такого типа открыли властную полиграфичную мастерню. Улику первой продукции – блокноты и малюнки-размалюнки для выхованцев молодого взрослого. Гэтая мастерня ящадно махчимость для молодых людей раскрыть свои таленты, я чуть себе корыстным для громадства. У Гомеля, до речи, для достигнения гэтой меты выкористовываются самые разностайные адвокацийные программы. От проведения занятков на компьютерах по специальных программах до уделов у конкурсах. У минувом году, например, выхованцы дома-интерната принимали удел у Международном творчем фестивале инвалидов у Баку. День работников социальной обороны ящадно махчимость сказать дякую людям, яке свое життё присвятили тем, кто мая особливую потребу у кропоти и допомозе. Они, наверное, сегодня особые в том плане, что не каждый человек может работать в этой сфере. Это и добрые отношения, отзывчивость и, так сказать, терпение. Олег Синтеров, Евген Макеенко, Телерадио Компания Гомель.